Сергей Микевич уже пятый год учится объединять экономику и кибернетику. При этом учёбу в Гродненском государственном университете имени Янки Купалы он успешно сочетает с работой в IT-компании. Основное направление его работы – разработка приложений для смартфонов. Именно интерес к этому направлению, признаётся Сергей, и заставил подать заявку на участие в Казанской школе андроид-разработчиков. Конкурентами Гродненца были более 500 молодых программистов из ближнего зарубежья. Шанс выпал только 15-ти. В течение трёх недель ребята слушали лекции и участвовали в практических занятиях. За неделю до конца обучения ученики разделились на команды по три человека, чтобы готовить финальную работу. А это не только само написание кода. Проекты представляли собой составление технического задания «Разбиение задач. Код-ревью». О том, что происходило за 2000 километров от дома, следили друзья и коллеги Сергея. Рассказывал, что очень много работали они там, почти не спали. Очень много практики, теории. В общем, понравилось им. И таких активных ребят в Купаловском ВУЗе много. Для них созданы все условия, чтобы развивать свои способности. Талантливым молодым людям достаточно просто заявить о себе и дальнейшие успехи не заставят долго ждать. За последние года 2-3 у нас огромное количество побед в всевозможных конкурсах, проектов, включая и 100 идей для Беларуси, включая всевозможные хакатоны. Вот буквально недавно ребята приехали с серьезным денежным призом из Санкт-Петербурга, с серьезной победой на хакатоне в Москве. И, наверное, это подтверждает то, что мы действительно стимулируем их и продвигаем участие в Олимпиадах и республиканских, и в чемпионатах мира у нас есть ребята, которые участвуют. Ну, в общем, это здорово, они молодцы. IT-специальности признаются в ВУЗе традиционно в лидерах по популярности среди абитуриентов. Студенты свой выбор аргументируют просто. Учиться хоть и сложно, но в итоге хорошему специалисту всегда рады предложить работу и хорошую заработную плату. Дмитрий Якубовский, Юрий Дубовик. Новости Гродно+.